Устанавливать теплицу лучше всего вдвоем и в хорошую безветренную погоду. Также для работы по сборке теплицы нам потребуется следующий инструмент. Сборка фундамента. Берем детали основания теплицы, соединяем их через тавр и крепим сваи к собранному основанию. Интервалы между сваями должны быть примерно одинаковые. От края основания необходимо отступить около 3 сантиметров. Переворачиваем основание и фиксируем сваи с другой стороны. Производим разметку участка в соответствии со схемой, указанной в инструкции. Выкапываем траншеи под основание теплицы. Глубина траншеи должна получиться примерно 10 сантиметров. Выкапываем лунки, ориентируясь на сваи. Устанавливаем основание в лунке и проверяем его по уровню. Обратите внимание, высота основания над землей должна получиться примерно 10 сантиметров. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверяем расстояние между основаниями, а также равенство диагонали между концами оснований. Проверяем по уровню горизонталь между основаниями. Подготовка к сборке каркаса. Для этого располагаем оба торца на ровной поверхности. Торцы нужно положить так, чтобы дверь и форточка открывались наружу. Отмечаем маркером места крепления поликарбоната саморезами в соответствии со схемой в инструкции. Кровельным саморезом сверлим отверстие по отмеченным точкам. Очищаем поверхность торца от образовавшейся стружки. Берем лист поликарбоната и снимаем с него защитную пленку. Проверяем лист поликарбоната и снимаем с него защитную пленку. С защитой от ультрафиолета. Эта сторона должна оказаться снаружи теплицы. Мы используем поликарбонат собственного производства толщиной 4 мм. С эффективной защитой от ультрафиолетового излучения как в массе листа, так и на его поверхности. Эта защита позволяет поликарбонату служить долго, не трескаясь и не рассыпаясь под воздействием прямых солнечных лучей. Кладем лист поликарбоната сверху, перекрывая торец так, как указано на схеме раскроя. Проверяем припуск. Он должен быть примерно 8-10 см. Крепим поликарбонат кровельными саморезами к торцу через заранее просверленные отверстия. Обратите внимание, что при монтаже должен получиться небольшой нахлёст на стойку двери. Строительным ножом аккуратно обрезаем материал по внешнему краю торца. Прорезаем форточку и дверь. Закрываем оставшуюся часть торца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Проклеиваем торцы защитной лентой. Рекомендации по её размещению указаны в инструкции по сборке теплицы. Защитная лента позволяет защитить поликарбонат от проникновения насекомых и прорастания растений, а также от попадания влаги в соты поликарбоната. Таким же образом закрываем поликарбонатом второй торец. Выкапываем траншею и лунки под торцы теплицы. Сборка каркаса теплицы. Устанавливаем дуги. Дуги, как и весь каркас теплицы, изготовлены из квадратной трубы, оцинкованной снаружи и изнутри. Мы не экономим на толщине металла, поэтому дуги получаются ровные и без заломов. Соединяем дуги между собой с помощью продольных направляющих. Обратите внимание, части направляющих есть с чопиками и без чопиков. Монтаж начинаем с направляющих без чопиков. И размещаем их на одной стороне каркаса. Соединяем направляющими остальные дуги. Устанавливаем торцы. Для этого поднимаем подготовленный торец и вставляем чопики на основании торца в трубы обоих оснований. К направляющим торец крепится с помощью винтов и гаек. К основаниям торец крепится с помощью саморезов типа клоп. Протягиваем болтовые соединения каркаса теплицы и проверяем его вертикальность по уровню. Крепим дуги к основанию саморезами типа клоп. Вбиваем сваи под торец и заводим их под его основание. Таким же образом ставим сваи под второй торец. Фиксируем саморезами типа клоп. Прорезаем петли на торцах теплицы. Устанавливаем уголки и крючки. Установка ручек. Протыкаем поликарбонат битой шуруповерта в месте расположения отверстия под ручку. В получившиеся отверстия с наружной стороны двери вставляем металлический стержень ручки и фиксируем саморезами типа клоп. С внутренней стороны на стержень одеваем завертку и также фиксируем саморезами. Здесь важно не затянуть саморезы слишком сильно, иначе замок будет открываться туго. Одеваем на стержень вторую пластиковую ручку. Чтобы ручка держалась максимально прочно, можно использовать суперклей. Устанавливаем ручку на форточку. Смазываем замки машинным маслом. Некоторые производители устанавливают на теплице маленькие неудобные ручки. Бывает, что ручек на теплице нет вообще. Мы же оснащаем наши теплицы удобными двусторонними ручками собственного производства на высокой ножке, которыми удобно пользоваться каждый день. Монтаж поликарбоната. Снимаем защитную пленку с поликарбоната. Отмечаем маркером в сторону с защитой от ультрафиолета. Проклеиваем края поликарбоната защитной лентой. Кладем на каркас лист поликарбоната лицевой стороной вверх и размещаем его так, чтобы у нас получился козырек 4-5 сантиметров. Прихватываем лист внизу саморезами. Таким же образом размещаем остальные листы. Соединение листов на теплице производим внахлёст. Крепим поликарбонат к каркасу кровельными саморезами через оцинкованную ленту. В процессе крепежа необходимо натягивать ленту, чтобы она плотно прилегала к дуге. Чтобы саморезы на теплице располагались в одну линию, крепеж начинаем с торцов. Затем натягиваем между торцами шнур и ориентируемся на него при дальнейшем крепеже. В местах соединения листов крепление производим через оба листа. Усиленное крепление кровельным саморезом через ленту предотвращает отрыв поликарбоната под действием сильного ветра и снеговой шапки. Без оцинкованной ленты поликарбонат может быть продавлен саморезом или полностью сорван с теплицы. Излишки ленты обрезаем ножницами. Закапываем лунки и траншею. Нижний край поликарбоната у нас оказался в грунте. Это необходимо для защиты теплицы от поддова ветра. Каркас теплицы в сборе представляет собой надежную и мощную конструкцию с семью продольными усилениями и дополнительными перемычками на торцах. Редактор субтитров А.Семкин